Здравствуйте, друзья! 21 июля, город Каменск-Уральский, Свердловская область. Сегодня с утра пораньше выкопала чеснок. Чеснок, в принципе, нарос неплохой, но у нас сыро. Видите, видно, что грунт в корнях сырой, нужно хорошенько просушить. А вообще, в целом, довольна чесноком. Хороший чеснок получился. И это даже несмотря на то, что у меня на грядке начинался грибок. И три головки чеснока у меня сгнили. Я показывала ролик, снимала, где две головки полностью в труху сгнили. И одна головка, там несколько, два или три зубчика начали подгнивать. В этот момент, что я сделала, я внесла на грядку в сухом виде препарат 33 богатыря. Вот такой вот препарат 33 богатыря. В сухом виде зарыхлила в грунт. И больше ни одной головки мне не пришлось удалять. То есть, вот как было три вот этих пораженных, так и все. На этом грибок остановился. Сейчас, после того, как я выкопала чеснок с грядки, я вновь полностью на всю грядку рассыплю вот этот препарат 33 богатыря. И зарыхлю, так как эту грядочку я буду готовить для осеннего посева. На этой грядке у меня в дальнейшем, в следующем году, будет что расти? Как раз пол грядки я посею чеснока, так как мне не нужно много чеснока. И пол грядки будет лука. Таким образом, у меня грунт будет защищен от грибковых болезней. Вообще, от чего у нас этот препарат 33 богатыря? Это башенком готовит нам этот препарат. То же самое, что вот фитоспорин. Многие любят пользоваться фитоспорином. 33 полезных почвенных микроорганизма защищают от болезней, стрессов и вредителей. Оздоравливает почву растения. Богатырская сила тут у нас на страже плодородия. Да, и хочу сказать, что вот где вносим мы 33 богатыря препарат, там не заводится в дальнейшем муравьи. Вот у меня как раз на этой грядке было два муравейника. И вот эта вот гниль пошла. И вот после применения, после внесения препарата, нет больше ни одного муравейника. И гнили также нет. Я высадила туда несколько, три, по-моему, усика клубники. Но в дальнейшем я уберу с этой грядочки. Вот. И вот сейчас, после выкопки, когда мы обеззаразим почву, то есть вот до осени у меня эта грядочка будет стоять пустая, на ней ничего расти не будет. Ну, можно посеять салат, базилик. Можно, конечно, посеять какую-то зеленку, быстро растущую. Вот этот препарат, он никак не помешает нашей зеленке. Вот. Когда, как я убираю чеснок с руки, как определяю? Я оставляю маячки такие, вот эти стрелки, две-три стрелки. Не срезаю, остальные стрелки, конечно, срезаю. И смотрю, как только стрелки лопнули. Вот я сейчас даже подойду на грядку, покажу вам. Там у меня остались эти маячки, я их еще не выкопала. Вот, остались у меня. Тут, видимо, две головки, я так понимаю. Почему именно на этих оставила маячки? Потому что вижу, что стволики тонкие, значит, и не будет там крупных головок. И вот когда у нас, у нас же сначала на такой петлю идет вот эта стрела, А когда стрелка распрямилась, и мы видим, что вот лопнула чешуйка, здесь уже можно все проводить, выкопку. Тем более нам обещают с завтрашнего дня, по-моему, даже с сегодняшнего дня дожди. И причем дожди ежедневно, и три капли, и две капли на протяжении недели. Что еще сейчас нужно сделать обязательно? Вот когда ожидаются дожди, провести обработку всех томатов, перцев, баклажанов, особенно те, которые растут на открытом грунте, защитить от болезней. Можно опрыскать таким препаратом, как Абига-Пик, который не смывается дождем длительный период времени. Можно опрыскать аллерин плюс гомоир. Из расчета одна таблетка аллерина и одна таблетка гомоира на литр воды, вот я развожу в 10-литровом ведре 10 таблеток аллерина, 10 таблеток гомоира. И опрыскиваем по листу. Если этого сейчас не сделать, то наши растения, особенно которые растут в открытом грунте, легко могут схватить какие-нибудь заболевания. Но в первую очередь, конечно, это фитофтора и кладоспариоз. Поэтому, друзья, защищаем свои растения. Если хотим получить урожай и не остаться без плодов, то, конечно, нужно принимать меры срочно. Я на этом буду заканчивать свой ролик наших городских садоводов. Кто живет в городе Каменск-Уральский, конечно, я приглашаю к нам в магазин, который находится по адресу проспект Победа, 48, в центре здания. Называется магазин «Очень коротко. Дача». Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok